Турция превратила Африн в центр контрабанда оружия, терроризирования местного населения, контрабанда оружия и наркотиков, а также охота на курдов, как группировки умеренной оппозиции из Сирийской национальной армии зарабатывают в Африне. Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Борис Рожин. Террор населения в Африне. Боевики вооруженных группировок, входящих в Сирийскую национальную армию, начали активно терроризировать местных жителей на занимаемых территориях провинции Африн. Согласно сообщениям в социальных сетях, сегодня близ столицы провинции неизвестные боевики попытались украсть домашний скот в деревне, однако население выступило против, в результате чего завязалась перестрелка. Кроме того, недалеко от Африна также произошла детонация самодельного взрывного устройства, установленного в машине. В результате теракта были ранены три мирных жителя, а также пострадали ближайшие припаркованные автомобили. Помимо терроризирования местных жителей, очевидно, с целью устрашения и получения большего влияния, входящие в Сирийскую национальную армию, группировки в Африне не забывают благодарить Турцию за оказанную помощь. Так, например, члены вооруженного бандформирования Лива Султан Мурат расположили огромный портрет президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана на фоне флагов Турции и оппозиции в Сирии на горе Дарнык, расположенной рядом с населенным пунктом Бюльбюль. Свою акцию боевики группировки назвали преподношением. Несмотря на то, что фактически на территории Африна действует примерно 16 различных группировок, входящих в Сирийскую национальную армию, наиболее влиятельными являются Аль-Джабхат Аш-Шамия, Фюлак Аш-Шам и Лива Султан Мурат. Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра Кассат Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, чем занимаются группировки Сирийской национальной армии в Африне. Главный заработок – контрабанда. По словам собеседника ФАН, в основном боевики так называемой «умеренной оппозиции» промышляют и, собственно, зарабатывают на контрабанде через границу между кантоном Африн и Турцией, а также между Африном и Идлибом. Входящие в состав Сирийской национальной армии группировки имеют разные блокпосты со своей таксой и влиянием на логистические каналы поставок контрабанда. Это дает заметный доход в дополнение к финансированию и снабжению со стороны военнослужащих и спецслужб Турции, фактически контролирующих ситуацию на севере Сирии, говорит военный эксперт. При этом Борис Рожин обращает внимание, что группировки, которые контролируют часть солицы кантона и те, что действуют на границе с Турцией, имеют больше возможностей, чтобы крышевать проходящие через Африн потоки контрабанда. Доходы группировок тут неодномерны. Входящие в Сирийскую национальную армию структуры имеют штатное финансирование, но многое зависит от того, где дислоцирована та или иная группировка. Если в сельской местности, там больше стоит задача борьбы с партизанами, поэтому возможности для незаконного навара меньше, замечает собеседник Фан. Структура контрабанда. Турция выделяет всем входящим в Сирийскую национальную армию вооруженным группировкам определенное довольствие. Однако особенно большое финансирование идет тем, кто участвует в контр-партизанских акциях против рабочей партии Курдистана и курдских отрядов народной самообороны, действующих в горах Африна. Другие же группировки вынуждены заниматься в большей степени самостоятельным заработком, в том числе при помощи мародерства и разных типов контрабанда. Первые месяцы после оккупации Африна, многие группировки занимались банальным мародерством, отнимая имущество преимущественно у местных жителей курдской национальности. Тогда же шли поиски тех, кто так или иначе связан с курдскими политическими движениями. Кроме того, наблюдалась активная перепродажа военных реквизитов, отмечает военный эксперт. Как замечает Борис Рожин, с контрабандой нефти в этом районе получается не очень, поскольку большинство таких поставок идет через район Азаза и Альбаба. Поэтому многие занимаются незаконной перепродажей оружия и наркотиков. Оружие и наркотики – важная часть контрабанда. Граница насыщена этим и уже много лет это является традиционным бизнесом. В какой-то момент было такое, что нефть перебила эти классические предметы контрабанда, но Африн имеет такое положение, что рядом находится крупнейший в регионе рынок нелегального оружия – Идлиб. Поэтому к вооружению проявляют интерес как местные боевики, так и те же курды. Те же группировки боевиков, которые не имеют прямой возможности заниматься преступной деятельностью, вынуждены имитировать деятельность полиции, судов и других квази-государственных структур, получая на это деньги от Анкары, говорит собеседник ФАН. Сирийская национальная армия – это фактически конгломерат из обычных боевиков различных группировок, которые обеспечивают опосредовательный контроль в интересах Турции над северо-западными территориями Сирии. Качество личного состава сирийской национальной армии сильно разнится в плане боевых навыков и возможностей. Но поведение их друг от друга мало чем отличается, подмечает военный эксперт. Выгодный бизнес. По словам Бориса Рожина, Турция закрывает глаза на происходящую под ее боком контрабанду, так как к этому есть государственный интерес, что фиксировали даже турецкие спецслужбы. К этому есть политический и коммерческий интерес. Контрабанда позволяет влиятельным людям зарабатывать, поскольку там нет никакого государственного надзора, так как это серая зона с огромными возможностями получения прибыли. Субтитры создавал DimaTorzok